Первое октября текущего года, по сути дела, в 33-й раз в стране и в нашей области, и в мире, по сути дела, проводится Международный день пожилых людей. Решение такое было принято еще в 1990 году в Генеральной Ассаблении Организации Объединенных Наций с призывом к международному сообществу проводить в этот день. Он не обозначен как праздничный, а как памятный день для того, чтобы привлечь, прежде всего, внимание мировой общественности к социальному положению пожилых людей. Вот главная цель учреждения этого дня. Ну, по сути дела, Казахстан тоже стал подписантом этого документа. Ну, и с тех времен, с нарастающим, я бы сказал, таким итогом, идет отношение к этому празднику, к этому дню. Почему праздник? Потому что для большинства, тем более простых людей, он и воспринимается как праздник. И ждут его пожилые люди. У нас их более 102 тысяч в области. Те люди, которые получают пенсии, пособия от государства. Я отношусь сюда и к инвалидам, поскольку этот день международный день пожилых людей десятого, там сразу международный день инвалидов. Поэтому мы как-то, как областной совет ветеранов, подходим именно так, организовывая наши ветеранские организации, наше объединение по подготовке к этим дням. Ну, что входит в организационные эти вопросы? Как организуешь, так и будет, в общем-то, проходить. У нас традиционно создается организационный комитет. Ну, создается он, естественно, исполнительным органом, областным акиматом. Ну, соответственно, на местах, следуя областному акимату, делают это и акимы районов. Естественно, на низовом уровне, получая вот такие установки, такую работу организовывают акимы сельских округов и их аппараты. Если у нас вот на местах 563 первичные ветеранские организации, это наш актив. Председатели первичных ветеранских организаций, являясь как бы нашими носителями нашей идеологии ветеранской, естественно, совместно с акимами сельских округов организовывают на местах. Ну, формы разные. Ну, прижившиеся у нас в области, которые с одобрением воспринимаются большинством ветеранов. Ну, естественно, в этот день проводятся встречи руководителей. Акимы лично нужно отдать должное всем, без исключения акимам регионов. Их, получается, 14, ну, 15-й акимат областной. Стараются встречаться в эти дни или накануне. Ну, как правило, это были, всегда попадали участники войны. Прерогатива за ними была. Вот, труженьки тыла. Местные органы власти, естественно, подбирали людей для посещения, чтобы не ежегодно посещались одни и те же, а, естественно, вот, какое-то было разнообразие. Вот, учитывался, нужно сказать, с обниманием вот этот момент. Вот, и женщины, и мужчины, и по национальности, вот, всегда на местах, идеологи местные учитывали этот момент. Мы это всегда с одобрением воспринимали и благодарны им за то, что они это делают. Ну, естественно, привлекаются бизнес-структуры. Вот, с учетом сложного экономического положения, тем не менее, вот, они помогают, благодаря им. Мы их всегда благодарим и благодарим наших активистов, которые прежде всего на местах обращаются к ним за помощью, за поддержкой. Вот, и в основном такую поддержку получают. Какие формы? Ну, вот, по той информации, по тем срезам, которые мы в ходе мониторинга имеем, это и встречи персональные, ну, естественно, не просто так с голыми руками бывают там подарки этим участникам, но и встречи коллективные. Ну, в пределах там, по возможности, Акимы района, вот, по данным, до 100 человек собирают. Некоторые провели, некоторые еще только собираются. Это, я же говорю, это с днем инвалидов, то есть они выбирают оптимальный срок, тем более сложная уборка урожая. Тем не менее, вот, часть районов уже провели такие встречи. Вот, потом и практикуются такое еще, объезды сельских округов, вот, ну, всегда, почти всегда председатель районного совета включается, ну, и Аким района, его заместители распределяются, кто в какой сельский округ выезжает для того, чтобы лично встретиться, лично поздравить, пообщаться с пожилыми людьми на местах. Вот, я бы с большим удовлетворением отметил, вот, роль и внимание такое, человеческое, добросередечное Акимов, вот, района Шалакрина-Смогонова, вот, Жарова-Семирязевского района, недавно человек работает, ну, вот, второй год Акимов-Семирязевского района, небольшой район, но буквально он и в целях ознакомления с ветеранской общественностью, ну, и чисто, вот, из человеческих побуждений все сельские округа объехали. В прошлом году эта практика используется здесь. Мамлюцкий район, тоже нужно отдать должное Амарову, Тулькин Конкушевичу, он 13 лет уже работает председателем районного совета ветеранов, для него это большая прерогатива, и он на это нацеливает и идеологические активы, обращается к ним, вовлекает молодых людей, кто, может быть, такого опыта не имеет, чтобы они включались. То есть, в области вот эта инициатива и международной общественности, они из добрых побуждений это делали, ну, естественно, казахстанские наши идеологи, вот, это прежде всего работники отделов внутренней политики, они тоже помогают, это их тоже функциональная, я бы сказал, обязанность поддерживать вот такие идеологические связи, и воспитательную работу проводить через контакты с населением. Вот, поэтому до этого готовиться, и потом по ходу, поскольку не просто там слово, там, угощение, вот, но и обязательно привлекаются художественные коллективы, это строго обязательно, программы готовятся, и в этом процессе обязательно участвуют наши ветеранские художественные коллективы, их у нас около, там, более двухсот, значит, они тоже готовят свои программы. И когда такого рода встречи проходят, обязательно ветеранские художественные, или вокальные группы, или целые коллективы, вот, в Есильском районе там есть вокальные группы, Айритауские, особенно, вот, богат на выдумки, вот, ветеранский актив Теншинского района, крупнейший район, вот, вот, ну, они находят такие новшества, каждый год причем, и потом выставляют, естественно, да, творчески подходят, молодцы, вот, с большим удовлетворением. Конечно, я бы так смело не говорил по городу Петропавловску, к сожалению, город в этом плане отстает. Да, есть коллективы, но тут самое большое количество, и у нас и пенсионеров больше 43 тысяч. И самое такое больное место на протяжении уже нескольких лет, приезжающие сюда, на место жительства, вот, ну, работники сельского хозяйства, учителя, по сути дела, остаются бесхозными. Такое обидное слово, вот, люди работали на местах, им отдавали должные почести, а приезжая в областной центр, они чувствуют себя чужими. И, к сожалению, у городского совета ветеранов не хватает на это сил, вот, для того, чтобы как-то охватить. И, к сожалению, в прошлом году и в этом, вот, городские коллективы, городские предприятия, учреждения не отличаются вот этой чуткостью, поскольку мы всегда рассчитываем, что в ходе вот таких дней, особенно накануне международного дня, в ходе месячника, раньше были более душевные такие отношения, более щедрыми выступали и коллективы образования, культуры, здравоохранения, а сейчас вот они, это, такое вот, такие качества сердечно-человеческие не проявляют. На селе еще более-менее, а вот на город, к сожалению, вот так. Поэтому и много таких поступает, и обиды, и возражений, и жалоб откровенных. Почему я такой-то, такой-то, или там, ну, в одном подъезде живут, к ней, ее помнят, потому что она на учете там состоит, из своего коллектива, а эти остаются, ну, они обмениваются, особенно женщины в этом плане щепетильные, оно и, в общем-то, объяснимо, вот. Хотя вот город проводил, они вот 27-го, 29-го провели большое, большое такое мероприятие, в городском доме культуры более 300 человек, вот. Естественно, поощряются благодаря ветеранским коллективам. Вот только мы представили и наградили своими грамотными наградами от областного совета ветеранов, наш был полномочный представитель, на уровне Абельева, заместителя председателя областного совета ветеранов, он вручал от имени областного совета ветеранов на этом городском мероприятии. Помимо этого, они свое, там, и грамоты Акима, или награды Акима города, это они сделали. Но это такая форма. Естественно, это чисто воздействие такое эмоциональное, на чувство, но не больше. Раньше было такое, что и отдельные коллективы, и сейчас это практикуются, какие-то материальную поддержку оказывали в виде продовольственных пакетов, в виде, там, угощений, вот такого рода, что, безусловно, воспринимается более остро, ожидается это, но, к сожалению, материальные возможности чисто нашего ветеранского сообщества, наших ветеранских органов весьма и весьма ограничены. И поэтому мы такую просьбу выражали, когда проходило заседание областного организационного комитета по проведению и субботника, и месячника. Ну вот посмотрим, насколько услышат нас, это по итогам, конечно, вот этого месячника, который заканчивается 1 ноября, ну и где-то к 3 ноября мы будем уже иметь более такие подробные какие-то сведения, отчеты о лучших спонсорах, меценатах, благотворителях. Это мы всегда запрашиваем для того, чтобы и поделиться через средства массовой информации, поблагодарить коллективно от ветеранских органов, вот этих людей, которые с чистотой сердца относятся к ветеранским проблемам. Ну и, естественно, мы информируем Центральный Совет ветеранов, который ежегодно и в этом году, он обратился ко всем бизнес-структурам, к исполнительным органам, к жителям Казахстана поддержать. Прямо акцию назвали, забота о ветеранах, дело каждого. У нас своя есть акция, которую мы тоже ежегодно озвучиваем, обращаемся через нее. Щедрость наших сердец ветеранам. Вот. Мы пытаемся вот как-то политическую такую подоплеку под это подвести, чтобы это было как-то и звучно, и запоминалось. Но надеемся, что в этом году, может быть, какой-то перелом наступит в сознании. Тем более, вот и президент, в общем-то, еще в 2019 году, вот когда год волонтера объявлял, и при его закрытии тоже поставил задачу, что волонтерское движение надо поддерживать и на протяжении, не ограничиваться именным годом, годом волонтера, продолжать дальше. Мы этому тоже следуем. Мы незамедлительно сразу создали, у нас 34 вот волонтера при областном совете ветеранов. Конечно, по аналогии делают и районный, там городской, вот, но я говорю о своем областном, мы никогда в стороне не остаемся, вот, и более 70 человек, они опекают наши ветераны, горожан тех же живущих здесь, и вот те, которые попадают или остаются бесхвозными, стараемся их охватить, прежде всего, хотя бы поддержать, насколько это можно. Личные там вложения делают наши пенсионеры, в пользу пенсионеров такого рода тоже делают. Ну, вот такая щедрость. Мы не на словах только вот обращаемся, вот, что называется, с протянутой рукой взываем к совести. Совести – это день такой, день, как бы, прощупывания на совесть на каждого североказахстанца. Полагаем, что долг и честь и совесть каждого, на совести каждого североказахстанца, экономически активного, получающего заработную плату, поделись таким образом, вот, в год, вот, особенно в дни Международного дня пожилых людей, особенно, поскольку, ну, безудержные цены есть и на лекарства, пенсии не хватает, вот, даже самый большой, вот, продукты питания тоже дорожают, вы сами, как жители города, ощущаете. Поэтому, несмотря на это, мы рассчитываем, вот, на благодушие, на добросовестность, на совестливость наших североказахстанцев. Ну, естественно, мы поздравляем, и это делали уже через свое обращение, вот, в частных каких-то, вот, встречах, вот, на встрече с Акимом области, но мы тоже, вот, выражали благодарность, поскольку без исполнительных органов, ветеранские органы не могут развернуться и выполнить вот эту, вот, такую миссию перед пожилыми людьми нашей, нашей области. Поэтому мы рассчитываем, что все это будет нормально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова